итак добрые люди наконец наконец на канале просили сделать обзор the dark 5 я думаю что надо сделать обзор сериала the dark первая часть я играл на 36-ом компьютере хрен знает когда она была вообще революционной там практически первые 3d игра первая игра ужастик тогда не было понятия survivor honor и визита рисовал трехверную графику из там нескольких полигонов вообще стресса трудно задниками вообще реально пугало все замешано было в одном этом поместье которую нельзя выйти там корень зла какой-то надо конкретно там делать работать но игра и она и хитом естественно стало блин что это за хрень вот в общем ну все на в общем то услышали вторая часть она была за нами завязана на тематике пиратов и тоже все прошел там пираты жуткая тоже страшно вообще-то мне на показалось еще лучше даже да на второй части был бак короче люди вот играл я играл там несколько недель даже но и за дней и это заходил за угол там функционал начале ты помирал просто катался и там и что-то выкачал инфу нашел на каких-то би-би-си как там ли чего там нахуй в пбс нахуй такая штука была типа интернетами как и компьютер на ночь люди оставляли люди дозвонили на модеме и там скачивали выкачивали туда все что надо запустить крэк как такая защита и туда запускаешь крэк можно это 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 пройти то есть одна из первая защита антиоперация которая только была вот третья часть вышла то сейчас уже не очень что-то понравилось там на ковбоях что-то завязано но графика лучше наносили на сидером и выходила там вообще пиздец там музыка чет я и так и не прошел меня даже в то время не понравилось вышла четвертая часть лютая хуйня совершенно блять на пяти дисках или хуй знает скаковка на блять и мне пытался играть там и долго играл так в общем блять это никакой не хоррор это как это вы ебаные говно не знаю блять на что пародия ну дерьмо конкретная вот этот блять может можно так сказать они засрали серию пиздец реально все засрали это говно вроде графика там была современная начинка саша 2 щеку до выходила сейчас вспоминаю я не стал качать даже и на компе в ней играл естественно ставки хоть знаешь что сделали ну так совсем она полностью отошла от серии предыдущих давайте поговорим о залом на за дарк 5 в этой зарплате тоже я скачал начал проходить как только она вышла игра на поражает с первых моментов например и своим управлением что нам например надо моргать и она помогает действительно если в теплеют кислоту то должен моргать если тебя ранили это должен отдельно лечить каждую свою часть тела это впервые было применено в снайк-хиттер и там надо было лечить отдельную часть тела кости лечить там все еще было в колу ктулху то ну конечно напрягало это конкретно и систем управления она была очень такая вот можно было предмет взять его крутить поворачивать то есть можно было взять суд его стул вон одно одним концом зажечь вот в поджечь и это самое там уходить там разнообразные уровни там на машине даже ездить сложная миссия на машине на часа два и проходил убивали постоянно эти налетали пока не бишь самый смысл это новая игра единственная на пока открутка и вышла она в серии эпизодов вышла то есть как дивиди диск а вот ты смотришь фильмы и ты можешь выбрать переключить уровне то есть сразу и тебе следующему если ты пропустил уровень и кого-то не смотрит прости его пропустил ты тебе рассказывать сюжет предыдущих серий это пиздец я не сразу даже понял что можно я играл в эту ру долго пытался пройти почти прошел 60 процентов 70 прошел на момент за одном застрял я думал пропустить но я понял что это крутая игра надо проходить не надо пропускать и уж это пытался пытался и так потом руки так и не дошли так и не прошел да там открытое пространство есть парк нью-йорка например по всему ему ходишь нормально можно есть на машине по нему примещаться враги такие нахуй пиздец их можно только жечь вот это надо отхуячить а потом жечь или просто жечь и боссы ну вот видите что конкретно напрягает вот а что он боссов надо сложно убивать надо смешать там какую-то хрень и чё-то зажечь поджечь этого подлинное место ему кидать вот это реально стильные все это напрягает очень серьезно но еще там наведение что как из дэшутер можно играть вид из глаз переключаться так и от этого лица и графика потрясающе можно даже сказать в общем хорошая нам даже получше чем внутри да естественно все хорошо для такого типа игры тоже хорошо вообще и жуткая и дизайн хороший все и постановка ролика сюжета же все все первый класс сделано просто пиздец какая игра что-то там не долго не пересложнили перемудрили с управлением там с этим со сложностью перемудрили несмотря на то что эти эпизоды за кого заковырче статью некоторые моменты их реально невозможно пройти возможно не поэтому и сделали эпизоды шоу за хуй не обле сделали на хуй или как бы изначально эта концепция была задумана что например на хуй но пиздец там например надо надо привязать и как к таракану какому-то эту бутылку с водой с жидкостью бензину проткнуть и потом она туда поползет туда и поджечь это загорится и там взорвется в общем такие головоломки они в общем-то непонятные совершенно лучше бы они добавили просто подсказок и сделали по прошу управления чем в этом блять хренач или всякую хрень вот эти эпизоды вообще это потом прочитал когда застрял там на кого-то меньше то можно пропускать эту хрень сюжет такой дать вообще в принципе это можно нормально вот единственная серия нормальная после а ладно за дар 2 можно так сказать вышло могло быть и полное говно главный даже 4 дополнивший говно ребят скажу там она и страшно немного и так и бабы экшен даже нет они то что страшно там экшен и я довольно тоже пугаешься так немного от этих рожь вот этих жуткие враги которых только сжечь да вот начало игры это мафиози тебя убить хотят по моему там и там что-то взрывается и начинается хаос все рушится вообще пиздец помню проходил этот битлон за дарт на хочет из детства вторая часть это просто вспоминающий что там было в то время то или круто круто и там же было вообще там покупал 9 диск там там на нем 700 игра была из 700 игры можно каждый был установить с инсталлятором вот и там все игры были то есть пока там несколько там поп помню эти диски были для dos a crazy collection 1 crazy collection 2 всякие вот эти компьютерные игры это тогда я даже не знал что это и пиратские диски поначалу сначала да да начал вообще были дискеты это пиздец как за продавали дискетами там даже эти диски это остались после даже когда сидером и появились уже там через два года они все равно продавали в пачках такие дискеты там одна игра там команд 4 там на 40 дискет их шла пиздец да помню нахуй так он с dark можно играть то что эти визу да хотят посмотреть сюжет все все предупреждать но так она как бы не особо на любителя что именно чисто из-за геймплей за какой-то нудности затянуть осценить сложное управление пересложненное то есть это alan wake youtube получше будет то есть он не то он хорошая круче гораздо ланвейк хотя ланвейк это вообще не срывает хонор в эти вообще просто такой экшен от третьего лица ну хотя чем-то они похожи может атмосферы я не знаю там герои похожи такие пиздец ну вот тут смотрите все концовки оказывается на ю тубе можно смотреть что неудивительно вообще разнообразность конечно тому чтобы на машине и и это они постарались конечно отпрыгать вот это принц перси какой-то практически там на канате его еще спал там на канавте еще спускаешься и вообще там и штуку этого отпускаешься там в этот тип а то эти демоны вообще лезут что-то тебя хотят непонятно чего вообще жуть сам герой в него помогли мне не амнезий насколько я помню не помню что происходило на такой заебешное управление как эти предметы надо брать и того их там махать крутить руках они пытались сделать какой-то революции в принципе они и сделали возможно даже стандартного не думаю что это как бы станет подобных играх и играх просто как вариант моргать додуматься ни в одной игре не вам нельзя было моргать отдельно предметы крутить так и их использовать при этом это тоже надо сказать то есть и вот можно стены проламывать в определенных местах до все конечно вся серия ланса дарк она такая так себе то есть она не сравнится млять с резент и валом там с чем-то таким silent hill он просто как бы возрождение в то время просто ничего не не было но на компе а только вышла хрена это когда все жутим все боялись этой игры пиздец еще не знаю что больше сказать может картинки посмотрим вот графка видно тут хорошая вот летишь каждую отдельную часть вот этим спреем нет все сделано там хорошо и звук и дизайн уровня и модели там и все и концепт дизайн и все проработано но всегда новую игру выпускать это рискованно с новым этим хреновиной этой с новой концепцией то есть всегда то есть даже разделил тоже было рискованно выпускать вообще 4 там пока и не выпустишь не знаешь там понравится не понравится такая с другой стороны вот тоже вот killer 7 такая игра на геймкобе нахуй она когда вышла да блять все и засрали нахуй как не знаю мы что а сейчас она и уже хитом стало признанным блять но таким вообще революции полная то есть народ тогда то есть сейчас все люди признают эти обзорщики они понимали то что вышло тогда может даже с этим так будет когда на киллер 7 вообще жуть какая-то пиздец это такой геймкобе уходил я еще играл на nintendo view она же эмулирует да специально тоже скачал тоже пытался пройти жуткая хрен за это такой пи даже не знаю как а какой объяснить там вообще пиздец какой-то она не поддается просто описанию какие-то люди ходят по зданию наполнены демонами которые не видно которых надо высасывать кровь стрелять им в сердце одновременно решать головоломки там типа там какие-то блять там такая хрень блять пиздец верх на этаж и двигаться блять нахуй какие-то у демона дизайн какой непонятный жуть совершенно на хочет вообще хуй знает что пусть и пиздец я и блять вообще как они могли эту игру в то время пускать я и сразу появлял понял что это пиздец крутая игра ну блять нахуй я только я разбираюсь нормально так ладно